Луки, 10 глава, с 21 стиха. Не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. И обратившись к ученикам, сказал им особо, блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Помолимся. Господь наш, Отец Небесный, мы просим Тебя, открой наши уши, чтобы мы слышали то, что Ты хочешь нам сказать сегодня, чтобы мы могли это слагать в своем сердце, открой наши сердца, открой наши души, Боже. И в этом месте, что мы прочитали, очень глубокий смысл, и мы видим, насколько Ты возвеличиваешь нас, учеников Твоих, Господи. Дай, чтобы мы могли извлечь урок из сегодняшней проповеди и могли применить это в жизни. Помоги нам во всем. Тебе за все хвала и слава. Аминь. Прозвольте, пожалуйста. Приветствую, дорогая церковь. Еще одно объявление. Примерно сейчас начнут заходить люди, которые не перевели часы, и поэтому, пожалуйста, улыбайтесь, их тоже надо любить. Принимайте, уступайте место, где нужно. В общем-то, когда начиналось собрание, я прям видел центральную секцию, явно часы не перевели. Но вот потихонечку собираемся. Это такой всегда сезон. Кто-то осенью приходит на час раньше, весной на час позже. Но это жизнь. Сегодня перед нами очень сложная, я бы сказал, даже тяжелая, твердая такая доктрина, тема. Знаете, твердая проповедь или наставление производит мягкие сердца. Мягкая, гибкая проповедь производит твердые сердца. Еще раз повторю. Твердая проповедь и доктрина производит мягкие сердца. Когда доктрина мягкая, гибкая, проповедь мягкая, тогда сердца остаются твердыми. Мы живем в то время, когда люди все сильнее и сильнее борются с некоторыми истинами Писания. Потому что они для них твердыми являются. Люди даже говорят, пастор слишком твердо говорил, слишком тяжело говорил, слишком все как-то далеко. Но на самом деле речь не в том, что мы говорим какие-то слова, которые люди не понимают. Нет. Насколько я знаю, я использую русский язык во время русского служения и английский язык во время английского. Словарный запас у вас достаточен. Но вот доктрины и истины порой трудны для понимания. Сегодня я должен сказать, что тема будет тяжелой, тема будет твердой. И моя молитва о том, чтобы эти истины реально нас сокрушили, сокрушили нашу твердыню, нашу гордыню. Некоторые истины действительно в Писании выбивают из-под нас, в нас самоуверенность, гордость, жажду доказать себя, свою правоту. И некоторые истины просто нас сокрушают и оставляют вот с пустыми руками. Это тоже Божья работа. У нас в это воскресенье, сегодня, сейчас, несколько следующих минут, есть реальная возможность возрасти в любви к Богу и реально пройти путем смирения. Это очень ценный текст. И этот текст сегодня предоставляет нам две составные Божьего откровения. Бог что-то открывает людям. И в этом же тексте есть две реакции. Две составные Божьего откровения. И на эти две составные есть отдельные две реакции. И первое, это то, что Бог нам дает, то, что Бог нам дарит, то, что Он производит. И это должно произвести в нас радость. Радость от подаренного откровения. Посмотрите, первые два текста об этом говорят. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал. Возрадовался. Радость. Отчего? Славлю Тебя, Отче Господа, небо и земли, что Ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Бог так хотел, и Он радуется. Ты открыл. И если кто не уловил эту мысль, он ее немножко по-другому разворачивает. И в 22 стихе опять говорит об откровении. И, обратившись к ученикам, сказал, все предано Мне отцом Моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Итак, интересный текст об откровении Божьем. Бог дает нам это откровение. Вы знаете, что это единственный текст в Библии, в Писании, в Евангелиях, который говорит о том, что Иисус радовался? Нет, Иисус радовался по разным причинам. Просто в тексте Священного Писания не оставлено ни одно упоминание. Это единственный раз, когда подчеркнуто Христос возрадовался, Сын Божий возрадовался. Ну, как минимум, это требует остановки. Это, как минимум, требует особого внимания. Христос радовался разным вещам, сто процентов. Видел, когда прекрасный восход, закат, разные вещи он встречал, переживал. Но об этом не сказано. А сказано вот именно об одной вещи. Поэтому нам нужно сегодня разобраться в этом тексте, что является причиной этой радости. Вы знаете, есть много разной радости. И вы, возможно, уже сегодня пережили какую-то радость. Ну, к примеру, есть радость такая физического уровня. Это когда мы покушаем что-то сладенькое. Аминь, да? Уже пару человек. Это физическая такая радость. Приятно, вот с улыбкой. Кто-то из вас уже порадовался чего-то сегодня сладкому. Есть радость эмоциональная, к примеру, когда молодой человек или девушка вдруг ощущает взаимную любовь с кем-то. Ну, радость, улыбки, конечно, это приятно, радостно. Это больше эмоциональная радость. Но о той радости, которой говорит здесь текст, это радость еще более серьезная, более глубокая. Она духовная радость. Есть на уровне физическом, есть на уровне эмоций, а есть еще глубже. Это что-то в основе нашего естества находится. Так вот, я вам скажу, мы сейчас посмотрим, очень интересное наблюдение, что такая радость, духовная радость, она всегда связана со знанием и с принятием этого знания. Христос знал об Отце, знал о Его воле, о том, что Он делает, открывает, кому что открывает. Он это знал, и более того, Он принял это знание. Он согласился с этим знанием, Он покорился этому знанию, и в итоге у Него радость. Это очень важно, потому что многие думают, что радость – это когда я просто понял что-то. Пришел в церковь, понял проповедник, и я возрадовался. Не-не-не, это еще просто вы порадовались эмоционально. Когда мы переходим на уровень духовный, эту истину я не только понял, осознал, я ее принял, я ей покорился, и тогда происходит радость. Я хочу, чтобы вы это проследили, потому что второй раз мы встречаем вот радость, о которой мы сейчас говорим, и мы ее встречаем в начале этого Евангелия. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки. Первая глава. И очень хорошая иллюстрация. 46 и 45 тексты первой главы. Откройте, потому что мы сейчас посмотрим на динамику появления этой радости, зарождения этой радости. Это духовная радость, это глубокая радость. Это радость посреди трудностей и разных очень сложных обстоятельств, возможно, в которых вы находитесь и скажете, в моей ситуации радость – это невозможно. Пожалуйста, посмотрите. «И сказала Мария, та, что еще не была замужем и ожидала ребенка, что, в принципе, ставила ее в зону риска побивания камнями в то время. Если ты имел ребенка вне брака, тебя побивали камнями. Как минимум, тебя считали за изгоя. И сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Вот она радость, о которой мы сейчас пытаемся разобраться. То же самое слово использовано здесь. Смотрите, в чем, как она пришла к этой радости? Ну, ее обстоятельства в жизни были очень сложными. Почему она радуется? Вернемся. Посмотрите 30-й текст этой же главы 1-й. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодатью Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог, престол Давида, отца его». 33-й текст. «И будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца». Мы знаем об этом. Итак, она получила знание. Знания недостаточно. Смотрите, когда она высушила эту информацию, и она сразу возрадовалась? Нет. Она продолжает еще в каком-то определенном смущении, потому что она говорит, «Мария же сказала, как это будет? Ибо когда я мужа не знаю, у нее продолжается еще неясность, какая там радость?» Она продолжает задавать вопросы, Бог ей объясняет через ангела, Дух Святой найдет и так далее. Вот и Елисавета, она все объясняет, информации очень много. Смотрите, она не радуется. Посмотрите на 38-й текст. «Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему, и отошел от нее ангел, и в итоге мы видим ее радующийся». Смотрите, здесь две составные. Информация, которой она покорилась, она ее приняла, она встала под эту информацию. Как много людей приходят в церковь, и просто оценивают информацию. А может быть, даже собирают информацию. И очень немногие, которые сказали, «Да будет так, я принимаю это, верую, принимаю свою жизнь, я буду так жить, я буду так слушать, я буду так воспринимать, я так буду думать, я покорюсь этой истине». Очень немногие. И поэтому есть люди, которые, возможно, даже сегодня здесь, в церкви находятся, и не ощущали этой радости еще. Той, которой Мария, посреди сложных обстоятельств, возрадовался, мой дух. Они не дошли до той духовной радости. Все, что их устраивает, это какая-то физическая радость. И порой, не имея духовной, они восполняют это всякой радостью, всякого рода физической радостью. Им надо постоянное развлечение, им надо эмоционально прокачивать. Конечно же, там муж и жена должны быть просто восполнять все это. У Марии нету ни мужа еще, нету никакой сладкой жизни, она уже радуется. Вот о какой радости идет речь. Это радость в духе, это духовный уровень, это совершенно другой уровень, о котором мы говорим. Возможно, вы пользуетесь английским переводом, и 21 текст говорит, в тот час возрадовался духом с большой буквы. Я бы перевел это с большой буквы, потому что речь идет о духе святом. Некоторые переводы, более ранние тексты, манускрипты, они указывают на том, что это в духе святом происходит радость. В духе святом. Итак, первое, раз мы исследуем этот вопрос радости от подаренного откровения, первое, она происходит в духе святом, она не может произойти вне. Она сама по себе, по природе духовна. Итак, радость в духе святом. В тот час возрадовался духом святым и Иисус. Дух святой производит радость. Вы думали, проповедник может произвести? Нет. Может быть, муж-жена? Нет, это не может произвести. Человек не может произвести. Человек не может. И вы даже сами в себе, некоторые говорят, вот я как-то сейчас самовнушением, некоторые увлекаются, вот я буду радоваться сейчас. Вот надо подумать, какую-то радостную мысль утром проснулся. Что за самовнушение? Человек не может такую радость произвести. Выбросьте эти книги, которые внушают вам, что вам надо как-то самим себе произвести радость. Это вне, это Дух Святой привносит в сердце. Это только так работает. Духовно только так. Мария соприкоснулась с Богом. Бог поселил там эту радость. Конечно же, Сын Божий. Агалатам 5 глава 22 стих. Плод же Духа. Любовь. Далеко мы не уходим. Радость. Плод Духа. Плод Духа Святого в нашей жизни есть радость. Мне всегда интересно проследить более точнее механизм этот. Механизм. Я хочу, чтобы вы увидели этот механизм. Возможно, сегодня вы впервые порадуетесь. Возможно? Серьезно? Не сладкому, не просто кто-то вам что-то сказал, улыбнулся, а порадуетесь доктрине. Трудной доктрине, тяжелой доктрине. А порадуетесь. Смотрите, как Дух Святой берет и в Иисусе Христе в Сыне Божьем производит радость. В тот час возрадовался Духом Святым Иисус и сказал, славлю Тебя, Отче Господа неба и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных и открыл младенцам ей очи, ибо таково было Твое благоволение. Что происходит? Не упустить это. Дух Святой сделал что-то в разуме в сердце Иисуса Христа произвел вот что, что он в итоге радуется. Он направил его взгляд на Отца. Это 21-22 текст. О чем? О ком говорит Иисус Христос? Только об Отце. Когда Дух Святой... Вы знаете, что природа и роль Духа Святого никогда не привлечь внимания к себе или тем более к ученикам, Дух Святой всегда, где бы Он ни действовал, Он оказывает на Отца и на Сына, на Отца и на Сына. Для меня это было просто... Смотрите, только что ученики вернулись с миссии, с миссионерской поездки, говорят, бесы повинуются, мы столько много всего сделали, Иисус говорит, славлю тебя, Отец. Стоп! Подожди, они... Они же тут работали. Дух Святой никогда на человека не указывают. Никогда! И если вдруг где-то появляется слава, там нету Духа Святого, там не будет радости, будет человеческое, эмоциональное, физическое, получил славу или еще что-то, не от той радости. Видите, как текст тяжелый, он забирает у нас все из-под ног. Ученики стоят, а мы? Мы тут работали, а он славит Отца. Если вы сегодня верите, это потому, что вы перестали на себя смотреть. Дух Святой всегда будет отводить ваш взгляд от себя, от людей и только на Бога. Именно такая радость начинает забывать себя. Вы это встречаете иногда, и вам это приятно нравится, когда вы сидите, а ваш сынишка что-то сделал хорошее, успешное, сыграл, выиграл, забил гол. Вас это не касается никак, а вы радуетесь, и эта радость какая-то уникальная. Вы сладкого не покушали, вам никто ничего, никакого комплимента, никто не кто-то другой, а вам приятно, радостно. Ваша командная, любимая команда выигрывает матч, и вы сидите, и вас это, ну, как бы, вы даже никакой, не имеете выгоды от этого, а вам приятно. Это маленькие такие намеки на ту радость, о которой здесь идет речь, что та радость, она забывает себя и свои успехи, она полностью фокусируется на самом ценном, на самом главном игроке, в данном случае, на Боге Отце, который действует, открывает, закрывает, радость в Духе Святом. Дух Святой всегда направляет наши взгляды на Отца и на Сына. Первое, составная это радость. Второе, радость, радость благодати. Радость благодати. В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, славлю Тебя очи Господа неба и земли, что Ты утаил. Сложно. Ты утаился и от мудрых и разумных и открыл младенцам ей очи, ибо таково было Твое благоволение. И 22 текст Кто есть Отец не знает никто кроме Сына и кому Сын хочет открыть. Что делает Отец Небесный? Он утаивает определенные вещи от одних и открывает другим. Не торопитесь, не торопитесь осуждать Бога, не торопитесь. Я знаю, ваш разум сейчас начинает противиться этой истине. Я изучал, мне тоже сложно, но смотрите, не торопитесь. Он от кого утаил это? От гордецов, от мудрых и разумных. Те, которые в своей самоуверенности, знании, способности, в своей гордости ослепли от своей самоправедности, конечно, он им закрывает. А те, которые беспомощные, зависимые, смиренные, как младенцы открывает. Ведь действительно, Бог гордым противится, только смиренным дает благодать. И это очень важно для нас сегодня понять, что спасение вашей души, если вы соприкоснетесь с живым Богом, и Он простит вам грехи, это не связано с вашей эрудицией, не связано с вашей способностью думать или какими-то другими способностями. Это дар, который дает Бог человеку, который не заслужил, а который в смирении, как бедняк, тянет руку, Господи, дай. Это Бог благой. Если вы сегодня верите, это не потому, что вы лучше других, дорогие. Эта доктрина смиряет вас, должна, по крайней мере, смирить. Почему радуется Христос? Потому что Бог не оставил места для человеческой похвалы. Совершенно нет. Если у кого-то остались сомнения, Иисус повторяет и говорит, если вы не услышали, что Отец, то и Сын, кому хочет, открывает. Откройте 1 Коринфянам апостол Павел эту мысль более детально нам объясняет 1 Коринфянам 1 глава. Прочитаем с 18 текста несколько стихов и затем 29. Ибо слово о кресте для погибающих ее родство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано погублю мудрость мудрецов и разум разумных. Вот она, мудрость и разум, о которой Иисус говорит. От мудрых и разумных я отвергну их. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. Вот Он объясняет, что это мудрость, разум, это самоправедность, гордость, которая противится Богу. И Бог, конечно же, не будет использовать эту гордость. Он будет использовать смирение, сокрушение. Для чего? Почему? 29 текст. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Этот текст должен остановить нас, остановить серьезно. А ведь мы любим, мы любим эту славу, мы любим доказать себя, мы любим, мы же не такие уже плохие, а Писание говорит, нет, нет, вы зависимы от Бога. Мы его, мы его дети, мы даже зависимы дыхания наше. То, что мы завтрашний день увидим, это только в его милости. То, что мы сегодня вернемся домой, если вернемся, это будет его милость. То, что мы сегодня здесь, это его милость. А то, что мы понимаем Евангелие и спасены, и сегодня знаем Бога, как своего Спасителя, это благодать. И Христос этому радуется. Это не предмет для того, чтобы ожесточаться на Бога. Это не предмет для того, чтобы Бога осуждать, это предмет для того, чтобы радоваться. Итак, радость в Духе Святом, радость благодати, понимание благодати, и последнее, радость отношений с Богом. Радость отношений с Богом. Обратите внимание на 22-й текст. «И обратившись к ученикам, сказал». Это все с той улыбкой, все с той же радостью. Он говорит, «Все предано мне отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына». Он говорит об отношениях. Отца знает сын, и сына знает отец, так, как никто другой в этом мире. «И это источник радости». Вы скажете, «А я, а я, а мы?» Знаете, о чем Иисус говорит? О том, что когда есть близкие отношения с Богом, будет радость. Вот и все. Близкие отношения с Богом равно радость. Близкие отношения с Богом равно радость. Вот что Он пытается объяснить. Вот чему Он радуется. Вот она к чему приводит это откровение. Вы скажете, «Но ведь часто близкие отношения не несут мне радость в моей жизни». Вы совершенно правы, если мы говорим о людях. В обществе человек очень вежливый, очень уважительный, улыбается, все замечательно. Но когда мы начинаем с ним знакомиться, проведем время, тут выйдем замуж или женимся, и тут ужас характера начинает проявляться. Вы, наверное, знаете, о чем я говорю. Может, слышали? Мы говорим, близкие отношения очень часто опасны, потому что всплывают некрасивые стороны характера человека, когда мы начинаем соприкасаться. И вот почему здесь с кафедры воскресенье за воскресеньем мы просим, призываем, убеждаем, чтобы вы не связывали свое счастье с людьми, а только с Богом. люди вас разочаруют, если они еще не вас не разочаровали. Они это сделают и очень быстро. Но Христос радуется близкому отношению с Отцом. В чем эти отношения близки? Власть. Власть. Власть открывать Евангелие, власть давать откровения. А здесь в 22 стихе он говорит все предано мне отцом моим. Другими словами сын говорит отец дал мне власть. Он все отдал в мои руки. Речь идет о всевласти Божьем, о его величии, о его господстве. Когда мы радуемся власти кого-либо? Вы знаете, опять же, мы боимся радоваться. Мы даже переживаем, как только кто-то получил какую-то власть, мы сразу переживаем. Сейчас проявится его настоящий характер. Вот они предвыборная кампания, все обещают, все улыбаются, все такие замечательные. Мы за них проголосовали и опять повторяется та же самая схема уже сотни тысяч лет. И мы думаем, нет, в этот раз будет все по-другому. Как только человек получает власть, она опасна. Власть для человека опасна. Почему? Потому что он греховен. Единственное, когда мы радуемся чьей-то власти и авторитету, это только когда мы знаем и уверены, что этот человек будет использовать это во благо. Только тогда, когда мы уверены, что этот человек любит нас. Любит нас. И здесь наш ключик. Посмотрите, 21 текст. Славлю тебя отче. Сын называет отца своим отцом, любящим. Этот термин подразумевает любовь отца к сыну. Славлю тебя отче, а второй господи небо и земли. Это власть и авторитет. и радость связана с тем, что есть любовь и есть власть. И здесь я знаю точно, я знаю, что в нашей церкви здесь присутствуют люди, которые склонны говорить о Божьей любви, неудобно себя чувствуют о Божьей всевласти и упускают радость. И я знаю, что здесь есть люди, которые любят всевластие Божьей суверенитет и не сильно расположены к Божьей любви и тоже упускают радость. Христос радуется, что есть любящий Отец любовь и Господь небо и земли власть. Откройте Ефесяна 5 главу. Насладенькая сейчас. Откройте. Ефесяна 5 глава 25 текст. Мужья, любите свои жен, как и Христос что сделал? Возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порок, или чего-либо подобного, но дабы она была святой и непорочной. Христова любовь вне сомнения. Мы можем доверять, мы этой любви можем учиться. А теперь самое интересное, вы знаете, что он уже об этом говорил. Он о любви Христовой уже говорил, поэтому когда он упоминает мужья, посмотрите на любовь Христа, которую я вам уже объяснил, и вы ее поняли. Пожалуйста, учитесь у этой любви. Дело в том, что апостол Павел дважды молится посреди написания этого письма. Он очень интересный человек, он пишет послание и останавливается посреди, начинает молиться, потом опять продолжает писать, потом молится, и он запутался, и молитвы свои, не то, что запутался, простите, он не запутался, Вадим и Духом Святым, 100%, но он даже записал свои молитвы, он объясняет какую-то истину, начинает молиться за людей, и записывает эту мысль, и дальше объясняет, а потом опять начинает молиться. Я хочу, чтобы вы увидели, о чем он молился. Первая глава, 15-й текст, и далее. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа и Отец Славы дал вам Духа премудрости и откровения». Вот та же самая мысль, Дух Святой дает мудрость и открывает к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали в чем состоит надежда призвания и какое богатство славного наследия для святых и как безмерно величие могущества Его в нас верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одеснуя себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени именуемого не только в всем веке, но и в будущем и все покорил как Иисус говорит Он все, все покорил Мне в Луки все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело и его полнота наполняющего все во всем. Итак, о чем Он молится? Вывод суммируем. Он молится о власти Бога Отца, Бога Сына, Который Ему ее дает. Теперь перелесните третья глава. Он объясняет Евангелие, наше спасение, Божий план искупления. И затем Он посреди третьей главы опять начинает молиться. Третья глава с 14 текста. Для всего преклоняя колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. О господстве, да? Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его, опять Дух Святой должен что-то, во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и разуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божией, вы можете заменить, дабы вы наконец-то начали радоваться. Уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Смотрите, первая молитва, я хочу, чтобы вы поняли его величие, власть. Вторая молитва, я хочу, чтобы Дух Святой открыл вам, что Он любит, а когда соединяется Бог, все может, а Он вас и любит, радость приходит. И поэтому, если вы только думаете о том, что Он вас любит и не понимаете, что Он все может, вы не будете радоваться. Если вы понимаете, что Он все может, но, может быть, Он меня не любит, вы не сможете радоваться, дорогие. И когда Иисус молится и обращается к Отцу, говорит, Отче любящий меня, Господь неба и земли, Ты мне дал власть, а я люблю своих учеников. Я люблю народ. И эта власть, это не власть, которую надо бояться, а власть, которой надо радоваться. Дорогие, кем для вас является Иисус Христос? Персонаж из книги или спасителем, который имеет силу, власть и еще и любит вас. Дух Святой, когда направляет наши взгляды вот в таком направлении, Он производит в нас настоящую радость. Проверьте свои сердца, проверьте, куда вы смотрите, на что вы смотрите, на кого вы точнее смотрите и что вы видите. видите ли вы властвующего Христа и любящего Христа? Или у вас какое-то половинчатое христианство? Может быть, поэтому и объясняется отсутствие радости, вы ее пытаетесь найти в муже-жене, они не дадут вам эту радость сразу. Не дадут. Дети не дадут, они уйдут от вас скоро. Второе. Второе составное Божьего откровения. Итак, первое, открывает его власть и его любовь, и это дает радость. А второе, это доступность откровения, оно очень доступно. Посмотрите, 23-24 тексты. «И обратившись к ученикам, сказал им особо, блаженные». Итак, это что-то очень приятное, хорошее, ценное. «Вы блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказу вам, что многие пророки, цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышат, что вы слышите, и не слышали». Речь идет о доступности, а в итоге мы этим ценим. Итак, ценность доступного откровения. Да, Бог по-особому работает с нашими сердцами, разумом. Это первые два текста, 21-22, Бог работает с нами. А 23-24 говорит о том, что Бог работает не только с нашими сердцами, но и в истории человечества. Ему подвластна абсолютно вся история. Вы думали, что вы строите историю или кто-то? Нет, нет, нет. Бог. Подумайте об этом. Что этот текст говорит? Этот текст говорит о том, что Христос пришел на землю по Божьему плану не 4 тысячи лет назад, и не тысячу лет от нас вперед, а именно 2 тысячи лет назад от нас и в тот момент, когда ученики стояли. Это же Божий план. Об этом Иисус говорит, что вы в привилегированной позиции. Те в прошлом, цари, священники, очень хотели увидеть то, что вы, очень хотели услышать. Вы имеете доступ. Это особая привилегия. Сегодня у нас есть этот же самый доступ. У нас все это задокументировано, все это записано, все это донесено до нас. Мы в той же самой привилегированной позиции. Откройте пару текстов. Первый, это Евреям 11 глава. Послание к Евреям 11 глава, 13 текст. В Сессии речь идет об героях веры Ветхого Завета, так называемого народа израильского до прихода Мессии, когда уже начинается Новый Завет, Ветхий Завет. И вот времена Ветхого Завета все Сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали, видели Он и радовались. Они вперед смотрели, и Бог им давал такую благодать, что даже еще не дожиев и не увидев, они уже имели эту радость и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. 14 текст. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Итак, это люди Ветхого Завета, которые очень хотели увидеть то, что видели ученики, то, что мы с вами имеем. Они очень хотели это узнать, услышать, попробовать. Но Бог так усмотрел, что две тысячи лет назад Иисус пришел на эту землю, ни четыре тысячи, ни шесть. Это Божий план. Бог управляет планом. Бог управляет историей. Но этот момент принесен здесь Иисусом Христом, сказать, ученики, для вас все очень доступно сейчас. Очень доступно. 1 Петра. Еще одно. Откройте. 1 Петра. Послание 1 Петра. 1 глава. 10-й, 11-й текст. И, возможно, 12-й. К всему-то спасению, которое Иисус принес, пришел на эту землю, жил, умер, пострадал на кресте и умер за нас. Вот об этом спасении. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков в прошлом, которые предсказывали о назначенной вам благодати, и следовая, на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Смотрите, 13-й текст. «Спасибо, возлюбленный, припоясав чресла ума вашего, бодрствуйте, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Итак, эта информация не для того, чтобы мы просто сказали, о, а мы в привилегированной позиции. Как хорошо, что у нас доступ есть к Евангелию. Как у учеников, Христос прям пришел к ним и говорит, вы блаженные, вы все видите, вы все слышите. Мы, читая Писание, слыша Его, изучая, мы тоже в таком же положении, мы тоже блаженны. Разве просто нам это надо знать? Нет. Христос подчеркивает, говорит, вы должны ощутить от этой информации блаженство. Я задал вопрос, зачем Иисус Христос объясняет, что Бог работает сердцами людей в первых двух стихах, и затем Он объясняет, что Бог работает историей человечества и искупления. Дело в том, что никто из нас о второй части так не спорит, как спорит о первой части. Дело в том, что никто из вас еще не подходил и не жаловался, как минимум мне, никто еще не жаловался. Может быть, вы кому-то жаловались. Я жалуюсь на Бога, что я родился вот сейчас. Я хотел бы родиться вот в Ветхом Завете, где не было ни Иисуса Христа, ни спасения по благодати, ни прощения греха. Я бы хотел вот там жить. Никто не жалуется. Все как-то это устраивает. Ну, Евангелие есть, мы обращаемся, каемся, получаем прощение даром, мы не зарабатываем. Нас это всех устраивает. Вот точно так же, как Бог устраивает историю, Он устраивает и работу с сердцем. Вот почему Он соединил эти две вещи. Чтобы мы покорились, помочь нам покориться Божьей любви и Божьему всевластью. Ради чего сегодня вы здесь, дорогие? В воскресенье, за воскресенье мы приходим в церковь, может быть, ради того, чтобы улучшить ваше воспитание детей? Дети как-то вышли более-менее хорошими. Может быть, вы привели сюда мужа, жену, чтобы их изменить? Не, не получится. Может быть, поправить свои финансы? Нет. Может быть, успех получить на работе? Может быть, здоровье, в конце концов? Нет. Нет. Мы здесь ради Христа. Мы здесь ради Христа. Дух Святой отводит взгляд наш от себя, от людей и на Христа. Этот текст производит именно, должен произвести именно такой эффект. Я хотел применить этот текст в два направления. Первое. Этот текст очень хорошо применим для благовестия. Дело в том, что ученики только что вернулись с миссионерской поездки, только что рассказывали о Царстве Христа, вернулись назад, и Христос прославляет Отца. Скажете, аж тогда что? Нам тогда, наверное, не стоит никуда идти, ничего не делать. Нет. Здесь красота комбинации, когда Бог говорит, как они услышат, если не будет кто? Проповедующего. А как они будут проповедовать, если они не будут посланы? Они должны быть посланы Богом, проповедники приходят, проповедуют, а вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. В Римлянам 10 глава очень важная траектория, что Бог усматривает нас с вами, быть проповедниками Евангелия и идти, и проповедовать Евангелие, а спасает Бог, а действует в сердцах Бог, а открывает глаза Бог. Для чего это сделано? Для того, чтобы во время благовестия мы ушли в тень. Это не о нас. И поэтому, возможно, вы слишком на себя много берете и огорчаетесь, обижаетесь, и дуетесь, потому что вас никто не принимает. Знаете, я, перечитывая, когда эту главу заметил такую, может быть, вы это заметили тоже. Смотрите, когда он посылает 70 учеников, он им говорит, слушайте, когда вас примут, вот так вы поступайте. А когда вас не примут, и он очень много говорит, вот так сделайте, вот так, а им будет горе, и он объясняет, такое ощущение, что он настраивает, ребята, вы пойдете, скорее всего, вас не примут. Если примут, проповедуйте, а если не примут, и он объясняет им, как делать, вот так поступить, вот так поступить, вот так, он настраивает их, скорее всего, к тому, что их не примут. Они возвращаются, радуются, и такое ощущение, что их приняли. А Иисус настраивает, не примут, их приняли, и Иисус соединяет эти две точки, говорит, Отец. Отец все это сделал. Это правильная схема, это не ошибка, это правильная схема. Мы пойдем в этот мир, скорее всего, не примут. Надо настраиваться, что не будут принимать. А если примут, это Отец. Это не потому, что вы умнее других, и победили их, на лопатки положили аргумент, сказали, Бог есть. Нет. Настраиваться нужно всегда, что, скорее всего, будет трудно. Но здесь он говорит, знаете, а Бог будет делать чудеса. Это правильное снаряжение к благовестию, я бы так сказал. Это первое применение, очень важно. Второе. Этот текст тоже говорит нам о спасении. Возможно, вы сегодня пришли в это здание, в церковь, и у вас на сердце тяжело. Возможно, вас мучают угрызения, совести. Возможно, вы действительно виноваты в чем-то. И возможно, вы уже не можете изменить что-то. Вы уже испортили кому-то жизнь, или сами себе испортили жизнь. Но самое опасное, наверное, вот размышляя сегодня и о вечности, вы честно себе признаться, не уверены, если сегодня вас заберет Бог, и вы умрете сегодня, у вас нету никакой гарантии уверенности о том, что вы будете на небесах с Богом. и вот в таком положении вы сегодня здесь. И в таком положении вы сегодня читаете с нами вот этот текст, и этот текст говорит, вам не надо сейчас заканчивать какие-то школы и иметь какой-то суперинтеллект. Вам нужно понять одну вещь. Бог имеет силу и способность вас спасти, и Он к этому имеет желание и любовь. Все. И это спасает. Бог может спасти и хочет спасти. Соедините эти две точки. Упокайтесь. Говорит, Господи, прости меня. Я знаю, ты можешь, я знаю, ты хочешь. Я принимаю это верою. И Он простит. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Господи, Тебе слава, Тебе хвала, Тебе благоданность. за то, что однажды ты многим из здесь присутствующих открыл. Открыл глаза на их положение, положение, которое охарактеризовано грехом, виной. Господи, в тот же самый момент мы осознали Твое величие и власти, силу и желание и любовь спасти нашу душу. Господи, производи в нас радость ответную. сокруши тех, которые еще борются с этими доктринами и пытаются свою самоправедность где-то приподнять. Сломай. Только младенцы радуются. Только младенцы радуются. Мы просим этого имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует...